Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, у нас высшая точка интриги, недоумения. Злодей Хаман хочет истребить всех аудеев, потому что ненавидит Мордехай. Он добился от царя позволения творить в этом смысле все, что он хочет сделать. Издает указ, чтобы через 11 месяцев избили всех аудеев по всему персидскому государству. Но Мордехай ему не дает покоя прямо сегодня. Он собирается следующим утром его казнить. Конечно, надо только согласовать с царем, но царь даст на все соглашение. А вечером они пойдут пировать к эсфире, и все будет замечательно. Так думает Хаман. И эта же книга о том, что человек предполагает. А бывает что-то еще. Здесь не назван Бог еврейской версией ни разу по имени. Но здесь видно его действия. Вот можно говорить о Боге, о том, как он действует в этом мире, не говоря слово Бог. Не произнося большого количества благочестивых таких терминов. Просто вот как-то все происходит не случайным образом. Шестая глава. В ту ночь царю не спалось. Царь повелел принести летописную книгу памятных записей и читать ему вслух. Ну, да, телевизора не было, интернета не было. Чего когда не спится делать-то? Среди прочего прочли, как Мордехай раскрыл заповедь Бетгана и Тереша, двух царских евнуков из внутренней стражи, которые замыслили убить царя Артаксеркса. Это у нас было упомянуто в начале, как мелкий эпизод. Царь спросил, как же наградили Мордехая, как возвеличили за это? И царские отроки служители ответили, ничего ему не сделали. Царь спросил, есть ли кто на дворе? А на дворе был Хаман, который пришел во внешний двор царского дворца, чтобы говорить царя повесить Мордехая на поставленном им столбе. То есть уже утро, да, пока читали это все. Царские отроки сказали царю, во дворе стоит Хаман. И царь велел, пусть войдет. Ну, конечно, его главный советник. А вот она интрига, да, вот мы тут с замиранием сердца ждем, что же произойдет. Но царь не знает того, чего хочет Хаман, а Хаман не знает того, чего хочет царь. Хаман вошел и царь спросил его, что делать человеку, которого царю угодно почтить? А Хаман решил в сердце своем, это меня хочет почтить царь, кого же как не меня. Да, вот тоже Хаман удивительно слеп в этой своей самовлюбленности, да. Он только думает о том, как ему вот себя потешить, расчесать свое самолюбие. И это его и губит, в принципе, ведь в остальном это все хорошо у него. И Хаман ответил царю, если царю угодно кого почтить, то пусть принесут царское одеяние, которое носит царь, и коня, на котором ездит царь, и у которого на голове царский венец. Одеяние коня пусть придадут знатному царскому приближенному, а он пусть облачит человека, которого царь желает почтить, и пусть проведет его верхом по городской площади, возглашая перед ним. Вот как поступают с человеком, которого царю угодно почтить. Да, то есть фактически нарядить его царем, всем показать его как царя, но только вот не совсем он царь, вот не до конца, вот только на эти пару часиков. Вот выше уже некуда, да. И царь велел Хаману, поспеши взять одеяние и коня, как ты сам сказал, и сделай все это мордыха и иудею, который занимает пост у царских врат. Не упусти ничего из сказанного тобой. Вот первый облом, что называется, Хамана, да. Он, замышляя его убить, тут же получает приказ его почтить, и царю нельзя сопротивляться. Хаман взял одеяние царя, облачил мордыха и провел его верхом по городской площади, провозглашая перед ним, вот как поступают с человеком, которого царю угодно почтить. Затем мордыха вернулся к царским вратам, а Хаман поспешил домой в скорби с покрытой головой. Хаман поведал жене своей Зереши и друзьям обо всем, что с ним случилось, и сказали ему мудрые люди, и жена его Зереш, если от иудейского корня этот мордыха, из-за которого начал ты падать, ты не сможешь его пересилить, ты точно падешь перед ним. Вот смотрите, казалось бы, почему они так переменились? Вот они увидели в этом некую руку Божью, разве нет? Они вчера еще вечером советовали, ты поди к царю, скажи, чтобы царь его казнил. Он идет к царю, а царь ему говорит, возьми его и окажи ему наивысшие почести. Это не бывает просто так. И они говорят, это иудейского корня. Ага, иудеи, в них какая особенность-то, они в Бога единого верят. Смотрите, значит, этот Бог правда что-то может. Вот этого всего здесь никто не говорит. Но смысл-то какой, да? Они еще разговаривали с ним, как пришли царские евнухи, чтобы спешно отвезти Хамана на пир, устроенный эсфирю. И казалось бы, казалось бы, вот тут Хаману надо пересмотреть свою политику, сказать, да, что-то я погорячился, не подумал. Дорогой царь Артаксеркс, ваше величество, если будет воля твоя, то, пожалуйста, вот давай все отменим, что я тут наворотил. Все, больше никаких претензий нет никому. Он мог бы это сделать. Сделать ли это Хаман, вот судя по всему, что мы читаем о нем? Ну, ответ довольно очевиден, как-то будет, но в седьмой главе прочитаем.